МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На земном шаре 8 городов с названием Армения. Все они находятся в Латинской Америке. Три из них – Армения, Армения-Нуэбо и Армения-Бунито, в Гондурасе, по одной Армении в Сальвадоре и Белизе. Однако самая крупная Армения с населением свыше 260 тысяч человек расположена в Колумбии. В наших широтах многие слышали о колумбийской Армении, но мало кто бывал. Я решил восполнить этот пробел и отправился туда из жаркого июньского Техаса. Это значит, что в Армении сейчас зима. Пятьдесят минут лету, и я в кофейной столице Колумбии департамента Киндио, Армении. В аэропорту Эль-Эден, райский, надпись на испанском «Бенбенитос от Сьюдат де Лос Милагрус» – Армения. Добро пожаловать в город чудес Армению. Сами армяне, местные жители, оказались тоже людьми чудесными, жизнерадостными. Природа удивительная. Пробыв здесь несколько дней, я понял, что среди местных армян я один натуральный. В Колумбии живут еще такие же натуральные армяне, колумбийские, но все они, как правило, в крупных городах – Боготе, Медельини, Кали, Картахене и Баранкинли. Всего их вместе взяток по последней переписи не так много – около 300 человек. Армения – один из самых чистых и красивых городов Колумбии. Вы не встретите в нем крупных строений, а главными его достопримечательностями считаются два знаменитых музея – музей, исчезнувший индейской культуры Кимбая, в нем хранятся археологические образцы древней индейской культуры, и музей Кофи. Также здесь находятся несколько университетов, главный из которых – университет Дель-Агран-Колумбия и Дель-Киндио. Как и во многих южных городах, население Армении нерасторопное, больше отдыхают, чем работают. Такое ощущение, что сиесты в этих краях не заканчиваются, а работа не волк, в лес не убежит. Возможно, это есть одна из причин, среднестатистический армянин или житель Колумбийской Армении, как вам угодно, мало знают об истории своего города. Какие городы называют Армении? – Аминь-Армянина, армения но но я не знаю я знаю я знаю, что в Караркане он назывался и есть индии и есть индии он назывался Карлакан но армия не знаю вы знаете что о немыше армия А, я знаю. Я знаю Астана, но не много. Я не знаю, куда она находится. Я не знаю, что она находится в Астане. Я – История. Субтитры создавал DimaTorzok Вы любите visitar República d'Armenia? Да, я бы хотела встретить República d'Armenia чтобы получить другую перспективу от того, что Армения в Киндио против Республики d'Armenia. Впрочем, я понимаю этих армян-колумбийцев. Если заглянуть в справочники, то почти везде одно и то же. Мол, Армения была названа Арменией в память об армянах жертв геноцида. С той лишь разницей, что одни упоминают гомедийскую резню 1894-1996 годы, другие 1915 год. А дело было так. На месте нынешнего города Армения находился небольшой населенный пункт Вилья-Ольгин, который с годами стал становиться больше из-за пребывавших сюда рабочих сборщиков кофе. 4 июня 1887 года президентом Колумбии вновь стал писатель, журналист, юрист и политический деятель Рафаэль Нунис Моледо. В начале 1880-х он уже занимал этот пост и пользовался уважением среди населения. Талантливый президент даже стал автором гимна Колумбии. Кстати, Рафаэль Нунис упоминается в романе Габриэля Гарсия Маркеса «Любовь во время холеры». В бытность своего второго срока правления Нунис боролся за фундаментальную перестройку политической структуры страны, которая закончилась принятием и введением в действие новой конституции Республики Колумбия, ставшей известной как Конституция 1886 года. Моледо был человеком всесторонне одаренным, любил историю, географию. В те годы большинство населенных пунктов Колумбии именовались либо в честь прежних президентов и политических деятелей, как, собственно говоря, Вилья Ольгин, либо труднопроизносимыми индейскими названиями. Любитель истории Моледо решил внести в топонимику страны новые краски, дать колумбийским городам, краям и населенным пунктам наименование древних городов и стран. Именно поэтому в топонимике современной Колумбии можно встретить не только Армению, но и Антиохию, Элладу, Аквитанию, Пальмиру, Александрию, Фландрию и прочее. Топонимический наказ Моледо вступил в силу в 1888 году, а в 1889 году на карте мира появилась еще одна Армения – Колумбийская. Надо сказать, ей повезло больше. Из-за удобного расположения и кофейной промышленности Армения стала самым большим городом среди остальных переименованных городов. Поэтому спешу сообщить, что Колумбийская Армения никакого отношения не имеет ни к резне армян в Османской Турции, которая произошла через пять лет после того, как Армения назвалась Арменией, ни, соответственно, геноциду армян 1915 года. Хотя именно эти два события чаще всего приводят нерадивые источники, путаясь в показаниях и утверждая, что город назван в честь погибших в геноциде армян. Как я уже говорил, в Армении нет армян, в отличие от других городов Колумбии. Во всяком случае, таковые не зарегистрированы в качестве постоянных ее жителей. Тем не менее, одним из крупнейших поставщиков кофе Армении является гражданин США Шаген Алибян. Изначально Шагена привело в Армению название города. Соотечественников он здесь не нашел, как и я, зато влюбился в местную колумбийскую, так называемую армянку Катарин Ньюман. Поженились, а позже Шаген так и вовсе прикупил в окрестностях Армении кофейные плантации и занялся производством вместе с супругой собственного кофе, особого побола и зажарки. Продукт так и называется «Кафе Армения». Вскоре кофе Шагена и Катарины стали поставляться не только по всей Колумбии в Эквадор, но и в Соединенные Штаты, Республику Армения. Пока вот такая география. Но все впереди. Как и сама мать Армения, ее колумбийская дочь Гористая. Армения окружена лесами, водопадами, реками. Только вместо знаменитых армянских абрикосов, персиков, алычи, колумбийская Армения наполнена бананами, гуавой и маракуйей. Из-за благоприятного климата Армения снабжает всю страну свежими фруктами круглый год. Город часто именуют не только кофейной столицей Колумбии, но и ее фруктовой тарелкой. Не обделена Армения и садовой флорой. Особенно в центральной части, утопающей в цветах, в скверах и парках. Разнообразные орхидеи, георгины, розы благоухают сухоженных клумб, а экзотические птицы, многих из которых мы привыкли видеть в клетках, свободно порхают над ними. Но это город, самое удивительное, за городом в долине Кокора. В 30 минутах езды от Армении, там, где обитают кондоры, находится долина Кокора. Кстати, Армения – самая крайняя северная точка Южной Америки в реале кондоров, обитающих от чилийских Ант на юге до колумбийской Армении на севере. Кокора – вторая достопримечательность города после кофе. Кокора – удивительное место. Называют ее еще Пальмовой долиной. И здесь произрастают самые высокие пальмы в мире – восковые. Долгое время они служили людям-источником воска для свечек. Использовались в церемониях. Теперь это национальный парк, входящий в состав природного парка Колумбии Лос-Невадус, который охватывает 4 департамента и составляет более 60 тысяч квадратных километров. Высота произрастающих здесь пальм достигает до 80 метров. Их верхушки расположены среди облаков, отчего стройные гиганты выглядят еще более величественно. А живут восковые пальмы до 120 лет. Листья у них темно-зеленые, с сероватым оттенком. Ствол гладкий и покрыт воском. До изобретения электрического пальмовый воск использовался в производстве мыла и свечей. Внешняя часть ствола использовалась для строительства домов и систем водоснабжения, а плоды – для кормления домашнего скота. Поэтому, если оглянуться назад, лет на 100, то вся Армения была построена из стволов этих пальм. И не только Армения, но и все близлежащие города Колумбии. Люди использовали ресурсы пальм так часто и нещадно, что их количество стало быстро сокращаться. Колумбийское правительство было вынуждено принять меры для сохранения оставшихся деревьев. В 1985 году даже вышел указ о том, что человек, срезавший воск с пальмы, будет приговорен к казни. Глядя на такое чудо, поймал себя на мысли, что впервые в жизни согласен с таким жестким законом. Иначе бы ни я, ни все те, кто приедет в Армению, никогда бы не увидели эти нерукотворные произведения божьего промысла. Ну вот вы сами все увидели, всю эту красоту. Куда только не приведут меня эти армянские следы. Сейчас я в Южной Америке, был в Африке, в Азии, в Европе. Ну практически во всех уже континентах. И каждый раз, как первый раз, каждый раз я удивляюсь столь девственной природе. Чем меньше людей, тем больше красоты, тем больше природа сохранила нам своих дарований. И наверняка я бы здесь не бывал, если бы не Армения, которая вот здесь, она вот под боком, колумбийская Армения. И она не менее красива той Армении, матери своей, которая в Закавказье. Поэтому все, кто бывал в той республике Армения, обязательно побывайте и в колумбийской Армении. И наоборот, если вы бывали уже в Колумбии, в Армении, побывайте в материнской Армении. Я думаю, это стоит того, чтобы увидеть и мать, и дочь. Побывать в колумбийской Армении это только часть плана, намеченного мной, который я реализовал частично. Всему виной коронавирус. Очень неудобно каждый раз при переходе той или иной границы тестироваться. Тем не менее, впереди меня ждут не только остальные Армении, но и соседние с Колумбии Венесуэла. Там Армении нет, зато есть армянская община, свой храм, свой мемориал, посвященный геноциду армян. Кстати, в отличие от Венесуэлы, Колумбия пока что не признала преступления турок в начале 20 века против армянского, греческого, осенийского, русскомалаканского и езидского населения. Тем не менее, муниципалитет самого города Армения формально признал эти злодеяния. К примеру, в 2019 году турецкие парламентарии пригласили ряд колумбийских коллег в Анкару. Поехал и депутат от Армении. А после его приезда из Турции в Армении случился скандал. Администрация департамента Кендио Армения осудила своего представителя за поездку в Турцию. Все же есть в Армении армяне колумбийского происхождения, у которых нет ни капли армянской крови, зато литр совести, чтобы с гордостью называть себя жителем Армении. И это здорово, ведь бывает так, что не у каждого натурального армянина с литром армянской крови находится капля совести в отношении врагов Армении. В Колумбии Армения без армян, но здесь у нас и ни мало друзей. Бенвенидо а Колумбия, Армения, ла циудад де лас маравилиас, лос амігоз и ла луз. Редактор субтитров А.Семкин